Всем привет! Знаете, я уже даже сбился со счету, в который раз записываю видео вот именно на эту тему YouTube в России. Все! С сегодняшнего или завтрашнего дня YouTube в России больше не будет, я правда уже даже вот не помню, сколько раз за два года я записывал на эту тему ролик, и вот сегодня это опять одна из топовых тем, да, ну а для блогерского сообщества, для интернет-сообщества, для сообщества интернет-пользователей это, наверное, самая топовая тема, только и разговоров, что об этом все телеграм-каналы пишут, все соцсети, YouTube в России, все! Именно так и пишут, сейчас остановимся на он вам подробнее, потому что, ну не мог я пройти мимо этого в очередной раз, не мог не высказаться, поэтому сегодня, ну вот такой вот незапланированный выпуск, это реальная журналистика. Ну давайте посмеемся в очередной раз и поехали! Сообщение появилось, на самом деле оно появилось у пропагандистов. У первых. Затем его подхватили остальные телеграм-каналы как попугай, и все пошло-поехало, но если вы почитаете, вот все вот эти вот сообщения в разных телеграм-каналах, то увидите, что там написано одно и то же YouTube в России, все! Или YouTube с YouTube в России можно попрощаться с сегодняшнего дня, скорость загрузки будет ухудшаться, ну, соответственно, и скорость выгрузки, да, точно так же. Будет снижаться скорость воспроизведения, начнет лажать, да, лагать, как сегодня принято говорить, то есть будет работать с багами, понижаться в качестве и бла-бла-бла. Значит, и объяснение у всех, повторюсь, оно одно и то же, официальная причина заключается в технических проблемах с оборудованием Google в России, которое за два с половиной года деградировало, дальше можете даже не читать, потому что начинать смеяться можно уже вот здесь вот, еще раз. Вот, ребята, те, кто хоть немножечко знаком с техникой, вдумайтесь, что вы только что услышали. Оборудование Google в России деградировало за два с половиной года, вы шутите? За два с половиной года оборудование Google в России, мы точно об оборудовании Google говорим, или мы говорим об оборудовании какого-нибудь там верхнесинечихинского приборостроительного завода, есть две большие разницы. О чем вообще речь? Как за два с половиной года оборудование может деградироваться? У меня, вы знаете, где-то на даче до сих пор лежит японский магнитофон Sony, еще такой оригинальный японский, у меня родственник в конце 80-х жил на Дальнем Востоке, в Приморье, и вот оттуда в качестве подарка привез мне этот магнитофон. То есть он настоящий, оригинальный японский, не китайская подделка выпуска 80 каких-то лохматых годов, причем я не первый уже пользователь, он сам им попользовался, потом передарил. Мне так вот до сих пор этот магнитофон не деградировал спустя столько лет. Да, конечно, там отвалились какие-то кнопки из-за времени, да, отвалились какие-то регуляторы громкости, он весь какой-то покоцанный, обшарпанный, исцарапанный и так далее, но он работает. С ним ни черта не сделалось, да, если найти там кассету с качественной записью, он, в общем, выдаст качественный звук. Магнитофон Sony 80 какого-то лохматого года, тут за два года оборудование Google деградировало. Ничего поумнее придумать не могли, но самое смешное. Ладно, я могу понять тех людей, которые эту ахинею пишут, но они действительно не разбираются в том, что они пишут, им дают задание по методичке, вот пиши вот эту лажу. Я не понимаю тех людей, кто это читает и вот в этот фуфел верит. Вообще меня всегда умиляет, что у нашего человека, у него память как у рыбки буквально, вот два дня и все забыл, там, или два месяца максимум и уже ничего не помню. Ну, да я у вас для этих целей есть. Предлагаю вернуться, там, примерно на полтора года назад, сейчас не хочу копаться, гуглить, вспоминать, когда это было. Помните, когда они обновили платформу ВК, попытались сделать из нее полноценную, достойную видеоплатформу, и вот тогда они ее начали качать, тогда они начали переманивать топовых каких-то блогеров с YouTube, попытаться переманивать. Главным образом, конечно, покупали, но расчет был на то, что и тех, кого они не купили, тоже захотят туда перейти. И вот тогда, если вы вспомните, полтора года назад была точно та же самая песня, что, ребята, переходите на ВК, потому что YouTube в России, все, ему осталось месяц-другой, и вы останетесь без зрителей, вы останетесь без аудитории. Кто-то, повторюсь, купился за деньги, убежал на это ВК, как некоторые там, что было дальше, по-моему, да, они называются. Кто-то по дурости, по своей пустоголовости купился, на эти роскости не убежал. Прошло полтора года, с YouTube ничего не случилось, а вот эти вот ребята, которые перебежали в ВК, вот они сидят, сидят сейчас и, в общем, кусают локти. Потому что, насколько я понимаю, там было одно из обязательных условий, что вы удаляете, полностью удаляете свой аккаунт на YouTube, и тогда вы вот переходите к нам, мы даем вам аудиторию, помогаем раскрутиться, даже платим деньги. Прошло полтора года, да, аудитории на ВК у этих ребят никакой нет. Ручеек финансирования прекратился. И вот уйти бы обратно, но аккаунт уже удален, деваться некуда. А кто-то, те, кто заключали контракты, они заключили контракты, и теперь они обязаны эти контракты отрабатывать, повторюсь, сидят, кусают локти, купились на фуфел. А что делать? И вот сегодня похожая ситуация. Если вот мы вернемся в день сегодняшний. Пару недель назад, если кто забыл, Симоньян презентовала так называемого убийцу YouTube некую видеоплатформу, которая, собственно, так и называется платформа. Она ее абсолютно клонировала, абсолютно ютюбовский клон, но только чисто вот внешне. Но презентовалось все с помпой, с пафосом. Вы просто опять же забыли, говорю, потому что у нас память, как у рыбки, две недели прошло. Вот. А эта платформа есть. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. И вот ради интереса я сегодня зашел посмотреть, что же там с этой платформой-то происходит, как дела-то обстоят у убийцы YouTube, а его чудо. Вот зашел, ну, казалось бы, самый популярный канал на платформе Соловьев Лайф. Сами смотрите. Пизду! И вот надо ж совпадение! Две недели площадовая платформа показывает провальные абсолютно результаты, дает провальные абсолютно результаты даже на канале Соловьев Лайф. Восемь подписчиков за две недели, пятнадцать просмотров на единственном загруженном ролике, да? Вдруг возникают те же самые разговоры, ребята, с YouTube. Все. Вот все с YouTube. Ровно то же самое, что было полтора года назад. Только тогда заманивали дураков, простите, пряникам под названием ВК сегодня таких же точно их коллег, которых в прошлый раз не добили, не допилили, заманивают вот этим пряникам платформа. Я думаю, что там уже начало продаваться, там Хинштейн, насколько я понимаю, написал, что вот у нас есть что предложить авторам и бла-бла-бла, приходите в наш Рутуб, приходите на нашу платформу как раз, ВК не забывайте, вот давайте будем развивать свое родное и бла-бла-бла, ну все же все понимают, да? И прекратите вы уже эту панику разводить. Вверх я много раз говорил им, YouTube, им, власти, не менее важен, чем вам, нам. Потому что они такие же участники информационной войны. И ведется информационная война, которую телевизор давным-давно проиграл. Я уже не говорю про печатные издания и так далее. Ведется информационная война. И YouTube это один из очень важных инструментов, на этой войне и закрывать его, это отказываться от него, это надо быть идиотом. В пользу чего? В пользу вот этой платформы, на которой даже у Соловьева 8 подписчиков. им охват нужен, им проще блогеров покупать, что собственно и делается. Если вы не видите вот этих вот прокремлевских блогеров на YouTube, да, там позакрывали аккаунты федеральных каналов, но кроме аккаунтов федеральных каналов есть всякие там Васи Кукарейкины, которые за деньги отрабатывают нужную повестку, их огромное количество. То, что вы их не видите, не значит, что их нет, они просто не ходят в орбиту ваших интересов. А так, поройтесь, и вы найдете десятки, сотни вот таких вот блогеров с достаточной аудиторией, которых сидят и пиарят Кремль. Нафига, Козе Баян? Много раз об этом говорил, хватит уже вот эти вот глупости тиражировать, распространять. Вам сказали глупость, вы на нее покупаетесь. Могу, кстати, забиться. Вот я говорю, кому интересно, посчитайте, сколько роликов на эту тему я уже записал, о том, что YouTube все. Давайте просто забьемся, что примерно через годик я буду писать еще один принимаю ставки. Как-то так. Это была реальная журналистика, лайт вариант. Сегодня вот так. Увидимся, услышимся. Ну и удачных выходных. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok